С годами осознаешь многое, в том числе и то, что ничего в жизни не проходит зря. За решеткой, например, мы учимся терпимости. Ее так не хватает в юности и молодости. Терпимость не сходит на заключенных, потому что они видят, как мало современный человек отличается от своего далекого предка. Когда мы живем в отдельных квартирах, невозможно узнать окружающих. На людях мы играем определенные роли, стараемся быть лучше, чем есть. И только близкие и родные знают нам цену, потому так-то часто родственники и друзья ссорятся и становятся врагами, или примеряются со слабостью других взамен на прощение собственной слабости. Попадая в камеру СИЗО или барак колонии, Арестант тоже играет роль, выставляет себя в лучшем виде, он осторожничает, пытается угодить соседям, только изображать из себя кого-то можно день, неделю или месяц. После все равно вылезет все то, что спрятано, или Арестант найдет приятеля, ему больше не нужно будет притворяться. Глупо напоминать, что зэки – это особая порода мужчин. Может, раньше и существовали профессиональные уголовники. Сейчас нет блатоты, которые тусуются по хазам и малинам, как нет и самих этих хаз и малин. На любом режиме сидят вчерашние студенты, работяги, чиновники, бизнесмены. Если и есть бандиты, то они уже тоже учились в школе и получили приличное воспитание, потому что все тянутся к прекрасному. Но понятие о прекрасном у каждого свое. Далее не обойтись без сравнения с нашими пращурами. Как дикари, так и зэки украшают себя наколками. Вы видели эти татуировки? Они давно ничего не обозначают в местах лишения свободы. Хоть весь искались, авторитета не заработаешь. Наколки наносят потому, что считают это красивым. Вы жили на свободе, выходили в музеи и хотя бы смотрели телевизор или альбомы с репродукциями. Откуда такой вкус? Эти надписи по латыни, синие перстни на пальцах, лозунги и слоганы, изображения пауков, соборов, хищников, ножей, змей. Кстати, как модели на подиуме, у зоновского мачо должна быть неповторимая походка и выражение лица. Это трудно выразить. Морда а-ля крутой мэн из голливудского боевика. Руки растопырены в стороны, типа под мышками огромные мышцы мешают, и сам переваливается, как атлет, всеми своими 50 килограммами. Аж смотреть жутко, как круто он о себе думает. При этом модник крутит четки со скоростью пропеллера, а при разговоре жестикулирует, словно паралитик сурдопереводчиком. Сюда же прилагается речь. Ни один филолог не узнает в ней великий и могучий русский язык. Маты еще можно идентифицировать. Но чего стоит настоящий жаргон? Мне до сих пор непонятно, зачем каждое нормальное слово заменять извращенным аналогом на фене. Но почему нельзя сказать, что пищу ты принимаешь ложкой из тарелки или миски? Нет. Обязательно нужно выркнуть, что ты закидываешься хавчиком, веслом и шлемки. При этом в такое предложение вставляют много нецензурных выражений и слов паразитов. Типа короче, слушай сюда, в натуре и бля буду. От наших далеких предков жэки переняли еще один обычай – пить чефир. Вернее, не сам чефир, а то, как его бьют. В кружок собираются близкие по масти мужчины и гоняют кружку по кругу. Часто гнилые зубы черно-коричневого цвета. Это тоже дополнение местных модников. Плюс кожа на указательном пальце правой руки насквозь пропитана никотином. Он никогда не отмоется, потому что курева дефицит, и чинарики смолят нас до самого конца, обжигая пальцы. Каждый такой заключенный мечтает подарить родным на свидание или вынести при освобождении изделия местных умельцев. Прежде всего, это шкатулки – небольшие гробики с геометрическим выдавливанием на крышке и боках. Это выдавливание еще почему-то именуют резьбой по дереву. Не могу не сказать про отношения внутри коллектива. Дикари, как известно, кушали себе подобных. Арестанты тоже этим занимаются. Съедают соседей интригами и разделениями по мастям. Странно лишь одно – наши пращуры так вели себя для того, чтобы выжить. Они существовали в гармонии с собой и с природой, так как были частью ее. Что же заставляет арестованных и осужденных уподобляться неандертальцам? Остается загадкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok